После того, как я села, я поняла, что это не самый лучший ракурс в моей жизни. Я почему-то кажусь какой-то копченой. Ну да ладно, уже отсидим здесь, снимем мукпанк, ничего страшного. У нас сегодня KFC. Я взяла те продукты, которые я никогда не пробовала. Здесь есть десертик такой интересный. Ой, потек, потек. О, вот такая вот штукенция. Он стоит ровно доллар. Здесь внутри творог. Горячий. Сейчас перебью аппетит. Пыталась подвинуть стол, чтобы добиться такого ракурса. И у меня упала палетка, и она разбилась. К сожалению, что делать? Нужно покупать новую палетку. Куда деваться? Здесь у нас три стрипса. Ой, точнее, крыло. Крылышко. Из новостей, ребят. Из новостей у нас подорожал бензин. И солярка, и бензин. Это, конечно, неприятно. Мне кажется, скорее всего, поднимется цена на проезд. У нас проезд вообще очень дешево стоит. Когда еду в Россию, я бываю немного в шоке от цен на проезд. А в Москве какие цены? Ну, там и зарплата выше, понятное дело. Но все равно. Теперь, скорее всего, потихонечку все-все-все будет дорожать. В чай уронила. Это, конечно, неприятно. Но куда деваться. Надеюсь, что проезд хотя бы не станет дороже. Потому что машин у меня нет. Вот. Наверное, такси будет стоить дороже. Хотя сказать, что я прям так часто на такси передвигаюсь. Тоже не могу. Я в последнее время постоянно дома. Вот постоянно. Максим там в магаз спустилась. Не знаю. В аптеку. И только по крайней надобности. Там, не знаю, стоматолог, врач какой-то. Ну, вот такие вот неприятные новости. Чтобы поделать, куда деваться. Так, для сравнения, ребят. У нас проезд стоит 30 копеек. Сейчас у вас появится, сколько это будет. На мой взгляд, недорого. У нас очень дорого мобильный интернет. Представьте, 10 монат. И то не безлимитные. Опять же, зависит от оператора, которого вы выберете. Но прям конкретный безлимитный интернет у вас начинается, например, от 30 монат. Это дофига. Это больше 1000 рублей. Намного больше. 1500. А у меня брат берет, 350 рублей платит, и у него безлимитный интернет. Но, правда, делиться он не может, но все же. То есть, очень удобно. Скорость обалденно. Когда люди хают ту или иную страну, я всегда говорю о том, что в любой стране есть свои плюсы, есть свои минусы. Даже взять эту Европу, да, там налоги и все дела. Поэтому идеального места для проживания нет. Я все-таки считаю, что лучше всего место, где ты родился. Я родилась в Азербайджане. Некоторые просто немножко не понимают. Некоторые думают, что мы просто переехали в Азербайджан. На самом деле нет. Я здесь родилась. Небоку, правда? Но в Азербайджане. Я ни капельки не жалею, что мы сюда переехали. Прям вот я очень рада. Живем здесь уже 10 лет. Девушка была с нами, училась. Она переехала жить в Германию. Живет хорошо. У нее работа стабильная. Вот училась там и универ, и магистратуру. И живет прям счастливо. Я считаю, что куда тебе хочется, туда ей нужно переезжать. Однажды наш один дальний родственник приехал из России. Мне настолько неприятно стало. Он такой говорит, ну как тебе, говорит, живется в Азербайджане? Я такой, отлично, мне очень нравится. И он такой так поворачивается ко мне. Да ладно тебе, говорит. Просто не хочешь выдавать. Понятное дело, что ты жалеешь, что вы переехали сюда. Я такая смотрю, на него. В тот день с двоюродной сестрой о том же говорили. Почему люди считают, что здесь плохо? Я не знаю. Но есть такие люди, на самом деле. Есть такие люди, которые думают, что реально здесь очень все фигово. Без дыра. здесь просто, мне кажется, есть такая, как бы, штука. Здесь есть слишком богатые. Слишком очень богатые. Есть очень бедные. И вот этой вот средней прослойки мало. Я кайфанула, ребят. Офигенная штука. Как она называлась? Написано, продукт может содержать косточки. Но что-то я не видела косточек. Осторожно, горячо. Это был лучший десерт в моей жизни. Просто лучший. Я никогда не в Макдональдсе ни в KFC не пробовала десерты. А зря. Теперь я поняла, что зря. Надо попробовать, потому что эта штука, она обалденная просто. Это твистер. Твистер Джонер. Небольшой совсем. Здесь даже лучок есть, по-моему. Но он такой, знаете, придает особую пикантность. Хотя я не люблю лук, но он красный и в тему. Люблю я вкусно поесть. Чтобы мне душой отдохнуть. Активный вид отдыха вообще не для меня. Ну, не люблю я эти лыжи, не знаю, коньяки. Бегать туда-сюда. Даже когда с подругами куда-то идем, я говорю, ресторан. Не люблю я. Просто погуляли и пришли домой. Я вышла из дома. Я должна сгонять в ресторан. Я должна поесть вкусно. Раз, два. Кстати, когда берете, лучше брать побольше крылышек. Так получается дешевле. Я взяла три. Я изначально думала, что будет шесть. То есть три крыла. То есть эта часть и вот эта. Кстати, девчонки, почитала комментарии под видео, где я говорю про своего парня. Даже назвала видео «Парень тиран». И многим оказывается вообще неприемлемо то поведение, которое он демонстрирует, так скажем. И многие там девчонки написали, что какой ужас, ты перед ним отчитываешься и все дела. Я все это почитала. То есть каждое мнение, оно имеет место быть. Я прислушиваюсь к вашим словам. Это не значит, что вы написали. Я сказала, ой, да ладно. Я все читаю. Возможно, я сама этого не хотя как-то выставляю его в плохом свете. Потому что, не знаю, у многих прям такое ощущение, что он прям такой плохой, такой жесткий. Хотя не так. Возможно, когда я говорю, я говорю какие-то негативные стороны. И тем самым у вас складывается такое впечатление о нем. Ой, Господи, какие острые. Какие острые. вкусные. Панировка прям такая у них жесткая. Вообще, напишите, пожалуйста, в комментариях, вам интересно, когда я рассказываю про своего парня, про тонкости наших отношений, про проблемы, которые у нас в отношениях есть. Я могу это рассказывать. И очень часто, когда я ставлю опросники в инстаграме, половина вопросов расскажи что-нибудь про парня. А я боюсь, слишком много буду рассказывать всем надоем. Все скажут, заладила уже со своим парнем. Напишите, пожалуйста, вам интересно слушать. так мне рассказать много чего есть. хоть я всегда говорю, делайте то, что хочет ваше сердце, не слушайте никого. В какой-то степени иногда я не могу делать прям то, что я хочу. Потому что я думаю, что вот, что вокруг люди скажут, а что скажут родственники, а что они обо мне подумают. Поэтому иногда мы на Кавказе, например, не делаем то, что мы хотим. боимся осуждения вокруг. В общем, на этом все. Было очень вкусно. Вкуснее всего десерт. Это было нечто. Просто настолько нежное, вкусно горячее. Прям таяло по рту. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Я буду признательна каждому, если вы подпишетесь на мой канал. Всех люблю. Целую. С вами была Кэмили. Пока.